Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер и для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю в период с 7 по 13 августа. Посмотрим, проанализируем, запланируем, а помогать нам сегодня в этом будет готическая таро, а также ленорман золотой нити. Работаем по стандартной схеме, будем смотреть основные энергии этого периода, а также посмотрим предостережения и рекомендации от карты. Поэтому вы настраивайтесь и мы начинаем. Общая энергия, предостережения и рекомендации, что у вас здесь. Если мы с вами посмотрим, то у нас ложится двойка жезлов, десятка мечей и двойка мечей. Это сама по себе ситуация, когда вы четко уже определитесь с каким-то выбором, направлением пути. В ситуации, когда вас заставили выбирать, потому что десятка мечей и шестерка мечей это отсекать какие-то альтернативные варианты. Двойка жезлов, но это по сути в этот выбор уже сделали. И касаться того, что чего угодно, будь то работа, отношения, хобби, поездка или просто сама по себе ситуация, ехать или не ехать. Если вы запрашивали конкретно в таком ключе, то здесь однозначно поездка отменяется, либо вы будете ее переносить на более поздний срок, поздний период. Но по картам, как вы видите, она здесь не состоится, будет переносена. Ну и в целом определиться от чего-то, отказаться во имя благого. Поэтому это такие энергии, которые будут преобладать в течение последующих семи дней. Мы, конечно же, посмотрим эти карты относительно всех сфер жизни и поэтому посмотрим относительно личные. Проанализируем ситуацию для тех, кто у нас с вами свободен. Так, что здесь? Для тех, кто свободен, тройка мечей, аркан, который показывает ситуацию, что вас здесь могут поставить в ситуации выбора. Потому что для знакомства может идти человек несвободный. Ну и как следствие, десятка мечей, шестерка мечей отсекать таковые варианты, не вступать в сомнительные связи. Если же смотреть вопрос для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то аркан сила говорит о том, что вы будете подвергаться давлению. Почему? Потому что вас здесь будут заставлять определяться, сделать сложный выбор. Об этом даже говорит семерка чаш на дне колоды. То есть определяйся, сделай выбор, отсекай ненужные варианты, уже решись на что-то. Вот так будут относиться к вам. Если любовный треугольник зависит от вас, если же наоборот вы, как альтернативный вариант, то здесь вы будете пытаться продавить партнера или партнершу, чтобы он уже наконец-то определился или она с выбором, и вы закрыли этот вопрос, эту ситуацию. Если смотреть эту триаду для тех, кто у нас в табильных союзах, что же здесь будет? По пажу мечей. Это отсечь всякие недомолвки, вопросы недоверия, выяснение взаимоотношений, когда вы подозревали партнера или партнершу в чем-то по причине наличия тайны или по какой-то сокрытой информации. Потому что здесь это попытки выудить, вынюхать. Это сама по себе ситуация, когда вы пытаетесь себя в чем-то обезопасить и как следствие отсечь вот эти все сомнения относительно партнера или партнерши. Я могу сказать, что такую информацию вы получите, но все вопросы отпадут сами собой. Тайное станет явным. Вопрос в другом. Будете ли вы рады этой ситуации? Давайте посмотрим. По аркану звезда – да. Потому что в какой-то степени, ну нельзя сказать, что это исполнение вашего желания, но это в какой-то степени облегчение. Потому что по звезде у вас, знаете, как придет понимание ситуации. Допустим, почему так партнер или партнерша себя вели или почему они скрывали эту информацию в целом. И если смотреть эту ряду карт относительно вопросов работы и заработка, и вы у нас, допустим, на текущий этапе жизни не работаете, то что же здесь? Здесь по рыцарю мечей могу сказать так. Это бороться со сложной ситуацией. Почему? Потому что, несмотря на все ваши попытки найти альтернативный способ заработка или дополнительный источник дохода, к сожалению, в рамках этих семи дней таковой возможности вам не представится. То есть не будет здесь возможности и ситуации заработать. Если вы у нас являетесь соискателем, опять же, восьмерка мечей говорит об аналогичном исходе. Потому что это карта, которая указывает, что несмотря на все попытки найти альтернативные варианты, пока что эти усилия будут тщетными в течение этой недели. Если же вы у нас наемный сотрудник. Вот здесь по аркану жрец. Это будет как некий момент истины и альтернативы. Почему? Потому что, с одной стороны, вы можете на базе вашей фирмы, предприятия получить дополнительные навыки, знания, которые поспособствуют вашему переходу. Потому что в этом случае десятка мечей, шестерка мечей – это оставить прошлую деятельность в прошлом. И, как следствие, вы переходите на новый этап. Для кого-то, если вы уже получили для себя какую-то базу, какой-то опыт, навыки, то вы можете уходить с текущей работы на новую. Если рассматривать эту ситуацию для тех, кто владеет собственным делом, мне часто спрашивают, а если у меня просто свой какой-то интернет-магазин, и я зарабатываю мизер, как это можно назвать своим бизнесом? Но, тем не менее, смотрите, по королеве чаш – это вопрос творчества, это бизнес, который процветает, это плодородие, это творческая работа и действительно увеличение дохода и заработка. Для кого-то это в целом может быть ситуация, когда вы находите альтернативу, то есть нового бизнес-партнера, в частности, это будет королева чаш, то есть девушка водной стихии рак, скорпионы или рыбы, и будете прекращать взаимоотношения и деятельность с предыдущими коллегами по бизнесу. Если мы будем рассматривать с вами вопросы состояния здоровья, обратите, пожалуйста, внимание здесь на суставы, на связки и на сухожилия, потому что восьмерка жезлов говорит о чрезмерных нагрузках и, как следствие, какие-то микротравмы, которым вы можете себя подвергнуть, поэтому здесь нужно быть осторожными. Смотрим предостережение. Десятка чаш, королева мечей и королева монет. Здесь могут быть напряженные взаимоотношениями с женщинами вашего рода, будь то мамы, бабушки, сестры, тещи, свекрови, потому что здесь, смотрите, десятка чаш – это попытаться сохранить хорошие взаимоотношения при каком-то предвзятом отношении к вам. Это в какой-то степени такие натянутые отношения. Да, сложно, но тем не менее не критично. Ну и как следствие сможете здесь держать марку. Со всеми быть в стабильных нормальных отношениях, прояснить какие-то острые проблемные ситуации, то есть закрыть эти ключевые моменты, особенно если были какие-то обиды, размолвки, разногласия в целом. Ну и еще сейчас дотяну, прям выпал сам аркан-дьявол, и здесь пятерка монет. Это карты, которые показывают, что если мужчина делает выбор между двух женщин, то будет идти однозначно здесь за страстью, и здесь как следствие уже определиться, отказаться от одной во имя другой. Если смотреть рекомендации на этот период, у нас здесь ложится шестерка монет. Аркан, который говорит о ситуации, что, как вам может быть оказана какая-то помощь, содействие, протекция. Кто-то может лоббировать ваши интересы, в чем-то вам помогать, так и к вам могут обратиться за помощью. Поэтому постарайтесь здесь действительно не отказать, если у вас будут возможности, силы и ресурсы, кому-то помочь в решении проблем. Я не говорю, что именно безвозмездно, но тем не менее, если к вам обратятся за содействием, у вас даже открываю аркан, здесь ложится карта влюбленный. То есть, видите, здесь кооперация, взаимодействие, поддержка. Поэтому поступите, пожалуйста, в этом ключе, и вы тем самым себе не только заработаете плюс в карму, но и наладите необходимые для вас взаимоотношения. Если смотреть неожиданность периода, что же будет здесь? Ключ, дерево, и у нас ложится карта путь, но именно в этой колоде она путь, вообще-то развилка. И здесь гора. То есть, это преодолеть какие-то непреодолимые трудности, которые имели место быть. И связано в вашем случае это будет ситуация выбора. Почему? Потому что выбор, как мы видим здесь, на длительную перспективу. Ключ, принимать ключевые решения. Дерево — это то, что на долгое путь. То есть, выбор своего пути. Или значимый выбор, выбор на долго, который, по сути, за собой повлечет цепочку тех-либо иных событий. Опять же, для кого-то решать ключевые проблемы со здоровьем. Тем более, дерево — путь, как я вам уже говорила, связки сухожилия и так далее. Если у кого-то есть проблемы с этим или с суставами, не откладывайте это в долгий ящик, потому что это может перейти в хроническую форму. Ну а так, в целом, это действительно найти ответ на ваши вопросы, найти ключевое решение проблемы. То есть, ваш путь будет легок и светел. Хоть это в чем-то и важное решение, но у вас все получится. Все вам будет по ключу и все удастся. Поэтому вот такой период, вот такая семидневка. Если смотреть в целом, как мы видим, у нас ведущие арканы являются арканами младшего порядка, поэтому здесь нет каких-то таких кардинальных перемен, только за исключением тех, кто тут решает вопросы по личной жизни. А в остальном неделя легкая, продуктивная, плодотворная и закроем ее вам таковыми арканами, чтобы это было именно в таком ключе. От вас жду энергообмена, как всегда. Как отыгралась, отыгралась ли в принципе информация, сосвучена ли она была с вами, какие энергии в принципе преобладали в течение этих 7 дней, в течение этой недели. Буду ждать от вас взаимодействия. Благодарю каждого из вас за лайки, комментарии, донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь и обязательно будьте в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.